Всем привет и спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я расскажу вам супер, новость, бомба, история, как, почему, зачем, вашу Аню и тут и там показывали. В общем, как я попала на Дом-2 и что я там делала. Давайте начнем. 20 июля я поехала в Москву. Меня пригласили на съемки на телепроекте Дом-2. Вам расскажу сейчас полностью, как это все произошло и что я там делала. Но это все было, сами съемки были 20 июля. В эфир программа, где меня показали, вышла 27 июля. Ну и, собственно, за неделю до 20 числа, за неделю до того, как меня позвали, произошло следующее. Я сидела и мне в инстаграме вылезли воспоминания, знаете, вот эти архивные воспоминания, фотографии. И там были фотографии с того момента, когда я работала на мексиканском телевидении во время чемпионата мира. Кстати, эту историю я вам ни разу здесь не рассказывала. Если вы хотите узнать, как я работала целые месяцы для крупнейшего спортивного канала ESPN, то пишите в комментариях, обязательно расскажу вам эту историю. Стали появляться фотографии с того момента, да, за время работы в Москве на чемпионате мира. И я подумала, блин, так здорово, так хочется опять поработать на телевидении, но вроде не хочется на чем-то отстраненном работать, да, просто как сама цель попасть в телевизор. Хочется что-то с испанским языком связанное. И, значит, сидела я так сильно гоняла эти мысли в голове. Потом в какой-то момент отпустила их, и тут примерно 17-го числа, 17-го июля раздается звонок. Мне звонят на садователь фон, какой-то номер незнакомый. Ну, а так мы привыкли, в принципе, всегда с вами отбиваться от разных банков, от магазинов разных, которые предлагают не пойми что. Думаю, ну, видимо, опять кто-то с той же целью, в принципе, звонит. Отвечаю, и тут мне говорят, здравствуйте, Аня. Это мне звонит менеджер телепроекта Дом-2. И приглашают меня поучаствовать в одном из выпусках в качестве преподавателя испанского языка. На секунду у меня в голове было такое состояние. Что? На телевидении, плюс испанский язык, все это вместе, это по работе. Вау! После этого, да, я вернулась вообще, пришла обратно в себя. И, в общем-то, мне рассказали, что увидели мои видео, им очень понравилась подача материала, изложения, то, что я делаю это вот в своем фирменном стиле, что это нескучные какие-то объяснения. В общем, похвалили мой формат, сказали, что продюсерами одобрена моя кандидатура, и если я хочу, то я могу поучаствовать в выпуске, то, что одна пара выбрала, то есть у них был выпуск, почему вообще, зачем в Доме-2 испанский? Они решили сделать такой выпуск, посвященный каким-то навыкам, которые пары могут получить. Вот одна пара выбрала играть на гитаре, у них был там свой преподаватель, а другая пара выбрала учить испанский язык. И вот они, в общем-то, и нашли меня. Конечно, я, не имеющая опыта еще работы на отечественном телевидении, хоть я и работала уже из Discovery, из Люфтганзе, для Аргентины, для Доминиканы, для Мексики, с ними работала, уже знаю, как, что устроено. А вот на русском телевидении у меня еще не было возможности поработать, и, конечно же, я ухватилась за эту возможность и приняла это предложение. Конечно, мы оговорили какие-то вопросы, сразу вам отвечу наперед, если у вас возникнет в дальнейшем такое сомнение, такой интерес. Да, мне заплатили за эту работу и оплатили мой приезд в Москву, потому что, как вы знаете или не знаете, я живу в Ярославле. Наступил день Х, мы договорились о встрече, да, как это было. Я приехала в Москву, меня встретил водитель и повез меня на поляну. Конечно, это прямо... Дом-2 это что-то, что знают абсолютно все, и все знают, где это происходит, да, где вот это, ну, что поляна есть, что люди, да, одинокие сердца ищут друг друга и строят свою любовь. Я из Дом-2 это что-то такое культовое. Приехать и найти место, да, его даже в гугле выдает, это совсем несложно, но попасть на территорию вы не можете, если у вас нет в официальном вот этой тетрадке, да, что вас допускают или не допускают на территорию. Я прошла, меня пригласили в гримерку, я сидела, ждала. После этого в гримерку пришел помощник продюсера и продюсер, которым мы познакомились, соответственно. Он сказал мне, что вот, да, как-то настрой, какие-то базовые вещи обсудили, то есть мы не говорили о четком сценарии, никакого регламента не было. Он сказал, просто сделайте урок, сейчас придут ребята, спросите у них напрямую, что им хочется от этого урока получить. Я подумала, замечательно, то есть у меня не было какого-то скрипта, да, какого-то текста, что я должна говорить, что делать. Пришел помощник съемочной группы, наверное, он мне установил микрофон, я сходила с микрофоном, чтобы сразу писался звук, а потом пришел сюда же в гримерку участник, которого я, соответственно, с его девушкой ввела этот урок, это Никита Уманский, его девушка Настя Паршина. Я с ним познакомилась, ну и после этого мы, соответственно, пошли к точке встречи, где нам сказали, что мы снимем приветствие. И с этого момента я думала, что мы сняли только первые секунды приветствия, как я захожу на территорию, и что дальше будем снимать уже непосредственно урок. Поэтому у нас был супервеселый диалог, который тоже не был прописан абсолютно нигде, то есть ничего из того, что происходило, нигде прописано не было. То есть я туда пришла, и начался реально лайф такой, прямо безсценарный процесс. Да, сейчас появится это видео, давайте посмотрим. Это просто очень забавно, я так смеюсь на себя в этих роликах. Никита Уманский решил устроить сюрприз для Насти Паршиной и организовал ей частные уроки испанского языка. О, здрасте. Буэнадзиаш. Добрый день. Добрый день. Аня. Аня, Никита. Очень приятно. Готовы учить испанский? Готовы, да. Пойдемте. Супер. Как зовут? Линда. Линда по-испански красивая. Красивая? Да, красивая, красотка. Красотка? Линда. Линда, красивая, да? Да, Линда красивый. Красивая. Линда. Линда, да, и Линда. То есть я могу сейчас девушке своей подойти и сказать Линда? Она не поймет, потому что почему я ее называю собачьей. То есть и вот эту всю часть, где вот это была шутка про собаку, я, честно говоря, даже не знала, я не задумывалась о том, что это все еще снимают и что это куда-то вставят. Я хохотала просто, мне было так весело посмотреть на себя со стороны. И что самое приятное было, я никак не, не знаю, не разочаровалась, не покритиковала себя. Реально было здорово и забавно посмотреть, какая я веселая. После этого мы зашли в главный дом, где сидели ребята, все участники проекта, ее обсуждали, у них там было вот это живое обсуждение. Кстати, это выпуск, еще раз напомню, за 27 июля. Это Дом 2 Лайт, который выходит в дневное время. Если вы захотите, можете найти этот выпуск 27 июля 2020 года. Зайдите, посмотрите, там я примерно с 30 минуты начинаются вставки вот эти, которые вы увидите здесь. Ну, в принципе, я вам здесь их и так покажу. И, в общем-то, после этого, когда мы прошли через главный домик, мы там со всеми поздоровались, уже мы шли с Никитой. То есть, он рассказал, что вот я преподаватель испанского языка, ребята, и мы прошли к ним в комнату, где он живет с Настей. И там уже я познакомилась с Настей. Добрый день! Я думала, ты мне сейчас какое-то животное не имеешь. Линда! Это по-испански красивая. А, я знаю, да. Да? Вот это наш преподаватель испанского. Аня, очень приятно. У нас есть 40 минут, мы сейчас будем учить испанский. О, классно! Па-бам! Давай! А, и мы сели за стол, и целый час у нас был урок испанского языка. Да, сладкая мысль. Еще неделя. Кто знает слово дом на испанском? Наверное, слышали, встречали. Не помню. Назову точно, узнаете. Каса. Каса. Да, ми каша из ту каша. Мой дом, твой дом. Ну и, соответственно, проект. Как у нас? Каса. Дос. Каса. Ла каша дос. Я объясняла им базовые вещи, то есть, я у них уточнила, что вы хотите пройти. Мы решили начать с базы, пройти алфавит, фразы для знакомства, какие-то вот эти вот самые базовые моменты. И, в общем-то, весь час у нас шел урок. Мне очень понравились те вставки, которые выбрали редакторы и монтажеры, когда склеивали этот выпуск. Очень забавные. И на самом деле это та подача информации, которая у меня есть. То есть, мне нравится, что меня показали именно в том свете, в котором я есть, то, как я преподаю, что я стараюсь делать это на позитиве. Естественно, не то, что стараюсь, я просто веду так, ну, потому что это моя суть. Для меня на самом деле хочется сделать обучение максимально расслабленным, позитивным и эффективным. И я сразу людей вывожу на практику, да, как там был момент про на расслабоне, учим все на расслабоне. Сейчас появится этот момент. Каса. Каса дос. И языки ничего не надо, как в английском, вверху к нюбе прижимать. Просто как по-русски говорим, просто по-русски. Особенно, если мы будем ориентироваться на каких-нибудь на Мексику, на другие страны Латинской Америки, у них вообще никакого особого произношения нет. Испанцы побольше заморачиваются, да, у них там между зубами сказать, а Латинская Америка на расслабоне. Ну, нормально, будем на расслабоне. И после этого, после этого урока, в принципе, было все то же самое. Я подождала немножечко, меня забрал водителя, отвез к вокзалу, как мы и договаривались. Ну и, в общем-то, на этом мой съемочный день на Доме-2 закончился. Я безумно рада этому опыту, реально прикольно побывать в каком-то таком культовом месте, про которое все знают, и побывать там именно в качестве своей любимой профессии, своей сути, преподавать испанский язык на Доме-2. Кого вообще в этом мире еще могли позвать вести испанский на Дом-2? Я в максимальном восторге и благодарна за эту возможность попасть в телевизор благодаря испанскому языку. Поэтому какой вывод можно сделать из этой ситуации? Мечтайте, ваши мысли материализуются, это правда. Казалось бы, да, из мысли телевидение, испанский язык, телевидение, испанский язык, работа. Хоп! Вот такая вот возможность нарисовалась, чему я, конечно, безгранично рада. Да, всем желаю отличного дня, спасибо, что посмотрели это видео. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу дополнительных вопросов, о чем я не рассказала в этом видео, пишите в комментариях. Я, кстати, вот, вспомнила, если что, я видела только участников, я не видела ведущих, да, то есть Ольгу Бузову, Ксению Бородину, я никого не видела, видела только участников, которые сейчас есть на поляне. Вот, потому что, скорее всего, у вас появится этот вопрос, и я это не осветила. Вот, поэтому мы с вами увидимся в следующем видео на моем канале, или же с вами мы увидимся на курсах или на моих индивидуальных уроках, да, что будет чуть раньше, если вы захотите. Пишите, записывайтесь, буду всем безумно рада. Спасибо вам за просмотр, если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии. Ну и мы с вами увидимся, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok